Что-то вас плохо видно. Вот так лучше. Здравствуйте. Здравствуйте. Слышно нормально? Ладно. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет. Я слушаю вас говорить, пожалуйста. Так, Геннадий Петрович, у меня вопрос по поводу... Давайте начнем с первого послания Тимофея, штата главы. Давайте, читайте. Вот. Вдовица должна быть избираема не менее как 60-летняя, бывшая женой одного мужа, известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала стране, поумылала ноги святым, помогала бествующим и была усердна ко всякому доброму делу. Молодые же вдовицы не принимают. Они, впадая в роскошь, и противность Христу желают вступать в брак. Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру. При том же они, будучи праздным, приучаются ходить по домам и бывают не только праздные, но и болтливые, любопытные и говорят, чего не должно. Итак, я желаю, чтобы молодые вдоволь вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию, ибо некоторые уже... Если какой верный или верный, если какой верный или верный, имеет должное и довольство, и не обременять церковь, чтобы она могла удовольствовать истинную вдовицу. Ну вот именно по вот этим вот стихам у меня есть несколько вопросов. Вот первый вопрос, получается, стих девятый. Вдовица должна быть избираема не менее как шестидесятилетняя бывшая женой одного мужа, известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала в стране, полмывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. А вот, а если шестидесятилетняя вдовица, ну, ну, ни одного мужа. Все, уже не принимается. Это наиздевение от церкви. Это не должность какая-то, а наиздевение от церкви. То есть пенсии тогда не было, и поэтому церковь имела средства, и таких людей ставили на, как говорят, на кошт. Это не о должности речь говорится. Я понимаю. Ну, и все, вот условия поставлены, они подходят и питаются теперь, ходи попрошайничай. Церковь должна питать именно настоящих, таких вот, как есть. И молодых не принимать. Но это имеется в виду просто запрет в храм, нельзя ходить в церковь. Вы говорите, понимаете, а сами говорите о другом. Наиздевение церкви, наиздевение. Я не понимаю, как это издевение. То есть церковь обязуется, если она соответствует этим правилам, после 60 лет ее кормить, поить до смерти. Тут вот в чем вопрос. Вот в этом весь и вопрос. А дальше в конце говорится, чтобы церковь могла довольствовать истинных вдовиц, а не каких-то фальшивых. Довольствовать, кормить. А я думал, это имеется в виду просто, что как бы, если так получается, то, ну... Так все, дальше не надо говорить. Что мы думали, это не надо. Я вам сказал как. С пенсии тогда не было, социальной защиты у человека не было. А она растратила все, принимала странников, заботилась, воспитывала. И у нее ничего нет. У пенсии не было. Не повышен пенсионный возраст, его вообще не было. А церкви были средства, потому что богатые клали все имение к ногам апостолов. И дальше они это делили, об этом считаем в пятой главе. Шестая глава об этом говорит. Деяния апостолов. А если вот вдовица есть, ей можно же повторно выходить замуж? Может она выходить, но только в это число, которых церковь будет довольствовать, она не попадет. Пускай она выходит, если муж у нее умер. Например, церковь допускает три брака, четвертого нет. Только при... Ну, мужа взяли, молодого его на фронт взяли и убили. Она вышла замуж, ей только 20 лет, второй раз. Проходит какое-то время, он в аварии погиб. Она может выйти третий раз. Но только за каждый раз она будет отучена от церкви. Второй брак на два года отучается, третий брак на пять лет. Хотя все по закону Венчана. А четвертого брака не существует. Много же таких людей, которые выходят повторно замуж и ходят в храм, в церкви, молятся. Мы считать, мы не можем. Мы говорим о правилах. А много или мало эта обстановка покажет. То есть это нарушение правил, да? Это нарушение. Запомните цифры, которые я провел исследование. За ними сейчас гоняются. Дайте на какой собор? 719 правил. 719. Из них 413 ежедневно нарушаются. А нельзя допускать нарушения ни одного. Священники можно ставить не раньше 30 лет. А их ставят там 17-18 лет. Не раньше. Если женщина сделала аборт, на 10 лет отучаются. Правило Василия Великого второе. Если поста человек не соблюдает, то в среду, пятницу, там Великий пост отучается на 2 года. Священник извергается из сана. Сегодня нарушение за нарушение. Крещение только полное троекратное погружение. Перед этим должна быть катехизация. Научение от 3 до 5 лет. А сегодня 3 минуты. Но обман. Обман. Все покрыто ложью и обманом. Но руки опускать не надо. Мало где крестят. Мы просто веничком в воду побрызгали и все. Мы вот общину у нас, свои две общины создали. Мы много труда положили. У нас практически, мы не знаем. Пусть кто-то придет и скажет, где мы нарушаем правила. Ни одного правила не нарушается. Каждое лето приезжают люди отовсюду. В озере крестят. Священник заходит в воду. И троекратное полное погружение. Проходят они здесь экзамен. У каждого делается два поручителя. Я вот преподавал в университетах. У нас 500 часов подготовка к окрещению. 500 часов. А сегодня 50 минут даже нету. Обман. Все. Торговли не должно быть. Торговля запрещена. А она в каждом храме торговля. А что делать? Бищ принести из веревок и выпороть. Как Христос сделал. Все разломать и выбросить. Сейчас же современность так же не покрыть. Как бы это неприемлемо. Десятина должна быть. Десятина. Все уверовавшие платят десятую часть доходов. И тогда не надо торговать ничего. Она все восполнит. Вот у нас десятина платится. У нас с тарелкой не ходят. Крещение, таинство. Все бесплатно делается. Все. А капица там считать, когда что. Все бесплатно. Мы вот иконы, которые стараемся достать, это и бесплатно. Крестики крещаем бесплатно. Ясно. Ну, тогда, ну, теперь я понял. Я просто, ну, немного по-другому понимал. Двояко понимал. Ну, то не надо понимать. Я вам говорю, как есть. А не понимал неправильно, господи, за три. Чтобы не было. И не повторяйте никогда неправильно. А зачем, если неправильно? Нас интересует правильно. Хорошо, что можно так вот связаться и узнать, как правильно. Ну, это правило. Я вам сказал, я занимался этими три года. Перевод делал, симфонии составлял. Так. И следующий вопрос, тоже по Писанию Святой Евангелия. От Луки, 19 глава, стих там с 12 по 28 стих. Это про притчу, когда один царь уезжал завоевывать земли и оставил своим рабам каждому по одной имени. И когда вслед царю послали послов, чтобы, как бы, ну, я так понимаю, что те хотели предупредить людей тех земель, которых он поехал завоевывать, что он, как бы, не совсем хороший царь. И когда он раздал каждому по одной имени, и когда вернулся, один там три кратно, другой в десять крат приумножил. Ну, и тот ему подарил там часть земли, тот другую часть подарил земли. А один, который припрятал одну мину и сказал ему, вот ты сеешь, не сеешь и жнешь, и так далее. И я вот верну тебе одну мину. И его же за это и сбили. Вместе с теми, которые послали послов. Перед тем, как он в Израиль поехал. И вот у меня вопрос, как бы, ну, вот, правильно ли поступил этот человек, который припрятал одну мину, чтобы, как бы, я понимаю, что он хотел показать царю, конечно, что удовольствоваться малым надо, а не приумножать и грабежами заниматься. И вот просто, если бы он отдал бы эту мину нищему, он бы так же само был бы избит, но он бы был бы, как бы, намного благодатней. Но он решил получать царя. Это тоже грешно. И вот мой вопрос. Вопрос, как уберечь себя для ближнего от гордости и предпочтения себя всем. Ну, я просто вынес из этой притчи такой вопрос. Вам нужно уезжать с этой притчей. Вы знаете, самые важные наказы хозяин дает, уезжая из дома. Последняя уже. Уже на подмостке, на ножке стоит у поезда. Да еще вы не забудьте, скотину кормите, чтобы не подохло. Скотина, то вы с голоду умрете. Ребятишки остаются. Самый последний наказ Христос говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелию. В церкви-то сегодня нет этого. А раз не проповедуют, семени нету, импотенты. А жена как родит, когда семени нету? Никак. И поэтому надо, чтобы Слово Божие сеялось. Идите и приобретайте. А вот который завернул в платок, спрятал, то есть он верующий, сидел дома, как старообрядец, как монах. Пришел, я сохранил тебе. А Господь говорит, а где прибыль? Где твоя любовь? Главное заповедь любви. Любви. Богу важно, чтобы люди покаялись. А как он покается, когда нет никого? Мы сидим дома и боимся нос высунуть. Но если тебя Господь зажжет огнем Духа Святого, ты сидеть не будешь. Ты старый, молодой, дряблый. Это никакой роли не играет. Ты как огонь будешь. Говорит об этом Еремея. Я хотел молчать. Но внутри меня, в костях моих, как бы огонь был разлитый. Я удерживался и не мог. Это ничего нельзя сделать будет. Я в жизни своей испытал это ни один, ни два раза. Меня арестовывали, сажали, в самой строгой тюрьме держали, в лагере. А я там проповедовал. И новые, новые души обращались. Следователь покаялся. Следователь принял крещение. Начальник тюрьмы умер по-христиански. Омолчал бы, рот закрыл, ничего не было. Я остановился на колене, и преступники сзади по семь человек становились. А как это? Бог? Это благодать Божия. Нам нужно Богу довериться и это делать. Где бы ты ни был. Остановился где-то, садишься в трамвай, автобус, сразу перекрестись. Господи, благослови. Видно. Товарищ сидит, спросил или что-то. Мало того, взял Евангелие. Хотите, я вам посчитаю? Дорога длинная, там между городами идет, рейсовый автобус. Ну, найди какие-то. Опыт должен быть какой-то. Вот у нас большие ресурсы. Вот у нас YouTube, у нас 13 500 роликов. Тысяч. И поэтому мы на визитке это людям даем. Большой форум, 1600 тем. Мой мир, 22 тысячи фотографий. И вы раздавайте, участвуйте в этом. Если нет, уберите наши ресурсы, приводите. Господь знает. А у нас все это могут найти. Начитанная Библия, начитанный Златоуст, 12 томов, мной начитан. Там, Жития святых, Добротолюбие. 50 книг начитанные. И они все на наших ресурсах. В аудио, в видео. И новые, новые души приходят. А кроме того, мы... Вот сейчас крестный ход был на опе. Крещение. Но мы туда пошли. Мы только раздали больше 500 евангелий. Вот это... 4 евангелия красная. По благословению патриархи Кирилла Изна. Больше 500. А больше никто этого не делал. Одни мы делали. А нас-то было все 4 человека. Ну, хорошо, когда в праздник можно так, как бы, поспособствовать. Потому что, если не праздник, как бы, несколько из 20 только отвлекаются. Ну, да, в автобусе едешь. Не праздник даже. У нас выходят, около большого магазина становятся, раздают Евангелие, проповедуют. Желание было бы. На вокзал пойди. Каждый день народу толпа. Иди им, говори. Радостную весть неси. Христос умер за наши грехи. И для оправдания нашего воскрес. Покайтесь и веруйте в Евангелие. И раздавайте. Вокзал, автовокзал, железнодорожный. В аэропорт, куда угодно иди и свидетельствуй. Ну, вот вчера у меня было такое ощущение. Вот передам вам, как бы, ну, здесь есть православный храм? Ну, где я нахожусь? Я сейчас в Польше нахожусь. Православный храм. Я же посмотрел по карте, узнал, где он находится. Ну, пошел, как и всегда. Ну, думаю, в 8 утра пойду в храм. Пришел, закрыто. Недалеко вокзал. Пришел на вокзал. Думаю, ну, посижу час, на 9 пойду. Пришел на 9, закрыто. Ну, думаю, еще час пойду посижу. Посидел еще час. Прихожу на 10, закрыто. Ну, иду, а по пути католический храм. Ну, думаю, зайду в католический, помолюсь. Ну, воскресенье все-таки. Зашел, а храм, ну, маленькая такая церквушка, и пустой храм. Уже служба закончилась. Ну, я помолился, там, минут 20 поселел. Выхожу, пока до дома и шел. Настолько опустошен, ну, никогда в жизни не ощущал такого чувства. Никогда в жизни не ощущал. Земли не чувствовал под ногами. И шел пустой, как парил. Пришел домой, зашел в интернет, посмотрел. А служба в православном храме в 11. Время без 20. Я быстренько собрался, побежал, пришел. И все-таки пробыл на службе. Но такого чувства у меня еще никогда не было. Никогда такой пустоты не ощущал. Может быть, Господь призывает, чтобы пробудились от сна. Начинали работать. Иногда бывает так. Вот ты... Один проповедь говорит. Я, говорит, приходил, гулял тут. А тут лужайка небольшая. И старичок с коровой выходил. Утром она ела траву. Я, говорит, с ним разговаривал. Ну, просто разговаривали. Как живете? Какая семья? Ну, такое. А о Боге сказать я решил завтра сказать ему. Уже все подготовил. Он ко мне расположенный-то. Утром пришел. Ни его, ни коровы. Нет. Он походил, походил. Говорит, а вы не знаете? Вот тут старичок приходил. Они говорят, так он ночью умер сегодня. Я, говорит, ходил и думал. Я упустил. Я ходил и плакал один. Что я сделал? Он ушел непримиренный с Богом. Это целая вечность. Ждать не надо ни одной минуты. Первая минута. Человек желает лишь слышать, примириться со Христом. Слышать евангельскую весть. Никогда не откладывай на завтра. Никогда. Апостолы шли и проповедовали. И все склонялось перед ними. Из камней Бог может сделать детей Аврааму. Вы просто поставьте себе ни дня, никогда не быть, чтобы не считать Евангелие, ни молиться. Этого, чтобы не было. Молиться. И выйди где-то, с соседом как-то заговори. В церковь пойди, познакомься. Ты не против ничего, не говори пока. Скажи о Христе. Знаете, может, собираются у вас, изучают Евангелие. Я хотел бы с вами побыть с собой. Возьми документы, скажи, вот меня проверьте. Я такой-то живу рядом тут, в командировке. Ну, что учить-то? Взрослый дядька-то. Ну, понятно. Но зачастую таких гонят. Просто мало. Даже вот я пришел после, как в храм пришел, ну, храм, большой храм, православный большой храм. Но людей, ну, 20 человек. Это хорошо. 20 тысяч человек, это хорошо. Когда выходит, ты вышел, с кем-то познакомился. Скажи, я хочу вот новенький познакомиться. Тут есть кто-то, Библию, может, читает где-то. Давайте соберемся у меня. Заходите. Батюшку позовите. Батюшка, как правило, против будет. Ну, скажи, батюшка, мы тебе сказали, ты не идешь. Еще мы можем, за рукав не потянем. И заходите, начинайте Евангелие считать. Если не знаешь, я вам скину сейчас материал, пособие, как изучать по Евангелию от Марка. Какие вопросы задавать, чтобы все участвовали. И у вас уже будет маленький коллектив. Вы будете спешить на помощь друг другу. Побыли вместе, там, может, даже чаю попили. Не чаю там, ну, я чаем называю, такой, своей травой заваренной. Не, ну, в дальнейшем, да. Я просто сейчас еще не знаю, как с работой сложится. А в дальнейшем, в любом случае, надо будет так и сделать. Более расположено будет вообще и окружение, и окружающее. Мы в Барнаул приехали, никого нету. Ни одной души. Пошли в храм. Служба выходит. И прямо на паперти здесь. Паперти – это высокое кресло. Идешь, когда на... И мы сразу стали беседовать. И которые бабушки ревностные, такие, очень молитвые. А они сразу... И она к себе пригласила Медведева Мария Федоровна. Я говорю, а муж-то не против? Да нет, он желает-то. А я говорю, а у вас есть знакомые? Да вот бабки, зови себе их. И мы сразу познакомились, якорь брошен. Нам надо ночевать, у нас сразу две квартиры. Мы документы показали, все. Они верят, мы верующие. Мы сделали с родными и близкими. В один день. Я был в Латвии. Ну, где приходилось быть. Мы начинали свидетельствовать, и все двери открываются. Это Дух Святой делает. Нам надо быть верными. А Бог остается всегда верный своему слову. Ясно. Ну, у меня тут еще есть, ну... Давайте. Сейчас я... Вопросы... Ну, это я не подготовился к этому вопросу. Просто я когда-то смотрел телевизор, когда... И там передача была, вот как, по типу, пусть говорят. И там один человек, ну, по рассказам родственников, близких, журналистов, он очень, как бы, был честным, хорошим человеком. Негрешным. Может быть, и не молился. Может быть, и не посещал храм, не читал Святые Писания. Ну, в общем, он повесился. И вот там говорят, что священники не отпевают. Ну, да. А как, получается, они в царство Божие не попадают? Не попадают. Самоубийцы царство Божие не наследуют. Они беспокаянно в ад идут сразу. Так, сейчас, минутку. Кто? У меня разговор идет. Хуже самоубийств никого нету. Они не могут принести покаяние. А есть ли таковы, которые посещали храм и писали, и молились? А не имеет значения. Не имеет. Не имеет никакого. Их даже на кладбище не хоронили, отдельно зарывали там без скотина. Жалко таких людей. Они сами сделали выбор. Как американцы говорят, make your choice, и все. Ну да, но еще есть же такой фактор, когда человек не подвластен своему разуму. И просто одержим чем-то, и делает поступки несуразные вообще. Ну, если был сумасшедший, тогда церковь рассматривает. С собой не властен был. Ну, старый человек может... Нет, 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 это не в старости. Бывает больной. Может быть, действительно одержимый. Ну, епископ должен решать. Должна быть справка. А о них прямо говорится об этом, что он действительно, сатана его сбросил с крыши. Он полез, он его оттолкнул там, и все. У него и в мыслях не было. Или утонул. Ну, стоит за таких людей хоть раз не использовать. Так, все, вопрос решенный. Дальше второй. Какой вопрос? Самоубийцы – самые плохие люди. Они беспокаянные. Уже даже убийца может покаяться, а самоубийца никак. Так, вопрос. Вот вопрос. Если иду по улице, ну, скажем, я иду по улице, да, там, ну, скажем, или с девушкой, или с матерью, и какой-то человек начинает оскорблять. Ну, прямым текстом, непрямым, там, начинает зацепать, оскорблять, даже руки протягивать. Ну, вот как быть в таком случае? Ну, вот если, грубо говоря, я бы просто применил грубую силу. Ну, это же неприемлемо, Писание. Даже написано, не просто руки протягивай, это ударит тебя в щеку. Ударит тебя. А обрати к нему другую. Тебе нравится? Ударь по второй. А если от этого страдает близкий человек, ну... Вопрос, вопрос, не надо уже размазывать его. Щеткий ответ, другого ответа, который люди дадут, другой, это уже не по Евангелию. А Господь будет судить по Евангелию. Ты помолись, узнай, скажи, почему ты так. А нет, значит, иди не разговаривай. А ангел-хранитель твой тебя не защитит. Тебе никакие удары не помогут. А у него тогда будет оправдание. Он тогда нож выхватит. А ты иди своей дорогой. Остановись, спроси, в чем дело? Может, я чем-то виновен? Прости меня. Может, вы меня обознались. Это не на меня нападать надо. Понятно. Насилием насилие не погашается. Злом зло не гасится. А огнем огонь не гасится. А водой? Вода – это наше кроткое отношение, милосердие. Непротивление злу насилием. Дальше вопрос. Да. Это уже последний вопрос. Как быть в тех случаях, когда вера и праведность спасают жестокого царя, а не избитых рабов? А как вы узнали это? Получается так, что есть такие люди, которые праведный человек всю жизнь, с самого детства. Молятся, ходят посещать храмы, причащаются, крестятся, проповедуют. И есть царь, который, грубо говоря, был очень жестоким, плохим человеком, но начал молиться и начал соблюдать все каноны. И, ну, скажем так, в один храм ходят люди, и один теряет свою жизнь, а царь и живет и дальше. Но, если говорить так, вот я как понял, что царь жил плохо, а потом покаялся, стал жить хорошо. Бог судить по-последнему. Если всю жизнь делал праведное, а потом согрешил, пошел, что попало делать, ни одно праведное дело не помянется. Разбойник всю жизнь разбойничал, со Христом встретился, сказал несколько слов, и Господь говорит, сегодня же будешь со мной в раю. Тут определенная уже схема. Главное, в какие мы умрем, такие предстанем на суть Божией. Все. А что царь он? С него спрос будет больше, чем с простого человека. Начальствующих будет строгое взыскание написано, строгое. Он ответить должен за себя и за управление государством. Почему дал страну ограбить? Почему миллиардеры, как мошкара, гнали и гнали все богатства страны в другие государства? Почему своим ничего не дали? Свои едут на заработки то в Польшу, то в Румынию, то в Германию, то в Италию. Вот за это из него Бог спросит. А если ты бедный, работал у себя дома, и тебе мало платили, с тебя за это не спросят. Учись жить экономно. С голоду не умрешь. Мало одной работы, возьми две. А будешь языком молоть, еще хуже будет. А что сделаешь? Вот у нас отец пришел с фронта, под плечо руки нету левой. Десять ребятишек, пять сыновей, пять дочерей. И мы ни разу, никто не слышали, чтобы наш отец ругал власть. А в то время налоги были, все отнимали. То лебеду, то мороженую картошку, там из-под земли весной найдем, то травы разные, и все здоровые, ни одного больного ребенка нету. Служат, учатся, семьи. Это благословение Господне. Мать была верующая, она сильно строго нас держала. Ни одного пионера не было, ни одного комсомольца. Вот и ответ. В этой же стране мы жили. Говорят, трудно, трудно. И Ангелоз говорит, если в этом месте, где ты живешь, хоть один спасся, то он будет судьей для всех на суде Божьем. Он мог, и ты должен был спастись. Он жил в этой же стране. И они не воровали. Наш отец воровца как огня боялся. И мы боялись этого. Да мало того, еще пасет овечек, да даст за рог. Если без потерь будет, половина барана отрубит. Жили такие безродные старушки там в доме. Мы им относили это. Это мы усвоили от своих родителей благочестивых. А у тебя, если нет таких в природе, начинай полагать основания. От тебя пойдет дальше добрый пример. Сэкономил, подал нуждающемуся, найди. Милостыня должна быть и пост. Все понятно. Все? С Богом? Еще один вопрос по поводу... Я вот читал, везде написано, что среда, пятница, круглый год пост. Пятница и среда пост. Но не круглый. От Рождества до Крещения нет. Это святки называются. Масленица и пасхальная неделя. Вот это все. Четыре недели, где среду, пятницу не соблюдают. А, так круглый. Допустим, это среда... Ну-ка, вы зайдите, вот сейчас здесь не уходите. Я вам скину материал о посте. И вы все прочитаете. Прямо сейчас сразу скину. Хорошо, я скачал. Не уходите никуда. Вас что интересует? О посте, о милостыне. Я вам все скину. Кому подавать, как подавать. И материал скину. Людей приглашайте по Евангелию от Марка. Начинайте. Отошел. С Богом. Слава Богу.